Вот рынок, с которым мы были вчера, с утра он выглядит вот так. Все закрыто. До 12 часов вход на рынок запрещен. Везде висят плакаты, запрещено. Привет! Я в Таиланде всегда хожу под зонтиком, потому что ни одна бананка, ни одна кепка не спасает от этого солнца. Один мы берем на море, чтобы складывать туда вещи, а второй у меня вот такой прогулочный зонт, он покрыт серебряной такой тканью, и она вообще не пропускает солнце. Это знаменитая русская улица, так называемая, 12-я Тепрасит, Топрая, вернее, Роуд. Вечером здесь будет много народу. Люди из Патая парка будут приходить сюда кушать. В начале 12-й улицы расположен один из самых выгодных обменников. Желающие могут здесь взять мотобайк. Аренда байков стоит порядка 200 бат в день, но для этого требуются, в общем-то, международные права с открытой категорией. А сейчас очень ужесточили здесь контроль за этим делом и ловят штраф. Хотя штрафы в основном платятся на месте порядка 4000 бат. Также здесь можно затариться фруктами. В общем-то, цены довольно-таки демократичные, дешевле, чем в центре на Южной улице. Но мы сейчас идем на рынок, где это можно сделать гораздо дешевле. Такие ценники в местных русских кафе. Можно попробовать борщ, лапшу свинную. Ну, хотя есть и там ямы, и сон там. Есть и пельмени, квас, пиво. Мы вышли с 12-й улицы на Тепрае. Тепрае Роуд. Это улица, которая соединяет центр с Джамтьеном. По ней ходят тук-туки. По дороге очень много тайских кафешек, где можно съесть вот такую курочку гриль за 150 бат. Ну, не знаю, они сильно, по-моему, пережаренные. Зато маринованные очень вкусно. Цены в ресторанах на этой улице уже совсем другие. Видите, здесь пицца Маргарита стоит 220, хотя, в принципе, не так и в городе. Париж 200, 270. Самая дорогая пицца стоит 275 рублей. Это довольно бат. На пересечении с улицы Тепра-Сит на Тепрае расположен южный автовокзал. Он соединяет Паттайю с аэропортом Савонопом. В общем-то, мы вот на нем сюда приезжаем всегда на автобусе, когда едем. Здесь-то не останавливается. Ориентир – это ресторан «Пан Пан» итальянский напротив, который видно. И чуть подальше здание с огромным экраном, который видно тут. Экран расположен как раз напротив Тепра-Сит. Вот они автобусы, которые уходят в аэропорт Савонопом. Уходят они здесь каждые днем полчаса. Билет стоит 130 бат. В общем-то проблем с тем, чтобы уехать, нет абсолютно никаких. Подходите, покупаете билет, садитесь и едете. Если у вас объемный багаж больше 20 килограмм, то за него берут дополнительную плату, по-моему, 40 бат. Здесь вход в этот автовокзал. Небольшая комната ожидания. Можно ждать и на улице. Первый автобус отходит в 6.30 отсюда. Из аэропорта первый автобус в 5.30 утра. Поэтому надо ориентироваться на это. Хотя везде написано на проспектах, что первый автобус в 7 утра. Вот этот экран, про который я говорил. Напротив него мы сейчас поворачиваем на улицу Тепра-Сит. Повернули. Улица Тепра-Сит. Буквально в 20 метрах от начала улицы стоят тупыки, которые идут до Лотоса, до Outlet Марта. Сегодня суббота, поэтому вечером будет работать в том районе ночной рынок, так называемый. Очень популярен среди туристов. И народ сейчас вечером будет туда ехать толпами. Но он сейчас утро, поэтому мы одни. Вот стоит тук-тук. Сейчас Марина садится в него. Потом сяду я. Потом еще наберется, когда 10 человек. И мы поедем в сторону. Вот и все. Ну, Арина пока решила полежать, просто погреться на солнышке, позагорать. Сидим, ждем, пока наберется 10 человек. Так, ну все, тарантайка завела. Сейчас мы уже поедем, потому что у нас уже 10 человек с ребенком. Даже он поехал, даже пустое местечко есть. Это просто очень удивительно. Вот мы подъехали на рынок. Не знаю, как, не помню, как он называется. Ратанакорн Ассет. Вот как он, Ратанакорн. Он расположен рядом с Колизеем. Это ориентир такой. И самые дешевые цены на фрукты, на овощи здесь. Здесь затовариваются все продавцы, которые потом продают. Это нам на Джамтене и так далее. Мы сейчас пойдем покупать. Ну вот он, этот рынок. Тут можно заезжать прямо на батарбайках. Буду дальше идти, смотреть, показывать вам цены на все продукты. Мы решили повыпить кокосов. Тоже в зависимости от размера. Они вот здесь от 25 до 12 бат. Вкусные. 25 бат. Арина говорит, что очень вкусные. Сейчас и я попробую. Ну, не едой единый жив человек. Появились тут какие-то тряпки, юбки. Мы их смотреть не будем. Первый раз такое видим. Вот начались фрукты. Манго. Большие, крупные манго, которые стоят около сотни. Здесь стоят 40 бат, 30 бат, 60 бат. Вот эти уже спелые за 60 бат. За 35 тоже спелые, но по меньшим размерам. Папая стоит 35 бат килограмм. Здесь папая, маленечко уже переспевшая, 20 бат килограмм. Вот эти маленькие невзрачные бананы на самом деле очень вкусные. Они гораздо вкуснее, чем большие и красивые бананы. Это вот местная какая-то разновидность мандаринов. Именно из них делают вот этот сок, который продается на улицах. Они стоят 50 бат килограмм. Очень вкусные, очень сладкие. Это вот ланган и ланкон. Отличаются они, в общем-то, с виду похожи очень сильно. Это вот веточка. Веточки. Там косточка. Одна косточка, одна долька. Да. А в лангконе несколько долек, так же как в апельсине, например, и одна маленькая косточка. Вот на наш вкус лангкон вкуснее гораздо. Мы берем его, и он, в общем-то, по вкусу практически такой же, как мангостин, но гораздо дешевле. Это так называемое сахарное яблоко. Цены на него нет. Тут не знаем, сколько стоит. Тут гуава. Стоит 28 бат килограмм. Драконий глаз 40. Авокадо по 80 бат, но здоровые, дорогие. Какой-то, по-видимому, другой сорт. Гранаты. Груши. Груши 15 бат штучка. Экзотические фрукты. Для них груши и яблоки – это экзотика. Рамбутан купим сейчас. Маракуйя. Никонечно, это место. Маракуйя, которая нравится. Ты снимаешь, нет? Рамбутан. Тоже 45 бат. Вот мы его все никак не могли застать в другое время года. Почему? Рамбутан. Да был всегда он. Я не знаю. Вот мангостины. А, лично. Мангостины какие-то очень-очень маленькие и старенькие. Стоит 55. Вот видите, цена у них совсем другая. Марина не может пройти мимо своих любимых петтурианов. Вот видите, мужчина стучит, выбирает хорошие. Мне кажется, что они тоже не очень хорошие. Это вот хлебное дерево. Считается, самый большой фрукт в мире. Вот его дольки. Когда его разделывают, внутри вот такие вот. Ну, на вкус, на цвет, как говорится товарища, нет. Там не очень они нравятся. Цена в 20 бат, вот этот тот пакетик. Здесь мандарины те же самые по 25 бат. По 50? Маленькие 20. Хотя рядом лежат и по 50 бат. Чем отличаются? Известно, наверное, одним тайцем и богу. Марина выбирает авокадо. Мы едим его на завтрак. Вместо масла намазываем бепетроды. Очень вкусный. Сливы, виноград. Ранетки, которые растут у нас на дереве бесплатно вёдрами, здесь стоят 80 рублей килограмм. Маши такие. Прямо ожирение. Да. Иди на камеру. А? Впязались. Стоит 150. Наверное, самый дорогой фрукт, который есть. А, ну кроме дуриана. Что дело? Стоит 50 бат, но тоже она такая, в общем-то, сладенькая. Вкусненькая, но не на каждый раз. На любителях. Здесь можно купить курятину, например. Вот она, всех видов. Уже разделанная на запчасти. Крылышки отдельно, ножки отдельно, филе отдельно. Да, но всё... Нет. Мы купили ещё мясо. Ну, сейчас, давай по-моему, не потечёт. Будем курицу. Килограмм. Килограммчик. Всего 60 бат. Ну, 120 рублей килограмм. Уже полностью отделена от костей. Удобно. Ну, здесь продаётся всяческая рыбка. Какая отельческая, да. Они её любят очень, почему-то, но не разу. Ну, они вот её всегда едят. Я не знаю, как она называется. Но постоянно они продаётся. И в жареном виде, и вот в таком. Наверное, вареным. Это яйца райской птицы, наверное. Продаются они, видите, всех цветов. Ну, в зависимости от сортности, стоят яйца от 89 до 115 бат за 30 штук. Мясные шарики, мясные и рыбные, с которыми готовят супы. Очень вкусные, кстати. Вкусные ряды. Капуста. Пекинская капуста. Базилик. Пексические травки для приготовления их любимых блюд. Вот лемонграсс, без которого не обходится у них ни одно из блюд. Огурчики. Лучок. Имбирь. Вернее, не имбиря. Галанган. Листья лайма. Перцы. Все для приготовления их супов любимых любых блюд. Салат, зелит также. Грибочки стоят 40 бат. Упаковка. Упаковка, да. Убирает брокколи себе. Будем есть полезную пищу. Юная торговка. Вот ее будущее. На этом базаре она родилась. Вот она и проживет. Образilik fussи. Звездо крустик. На это время утащие. Продолжение следует...